Привет! Мы с вами в Тушине, на Туристской улице находимся. И посмотрим, как здесь идет программа реновации. На самом деле, на Туристской улице мало пятиэтажек, их всего четыре. Три корпуса дома под домом 17 и дом 25. Один из корпусов дом 25. Вот они там находятся. Я показывал сначала улицы Героев Памфиловцев. Вот здесь проходит Туристская улица. Кстати, такой довольно симпатичный скверик здесь идет. Раньше когда-то здесь был пустырь, еще в советское время. Ну и примерно до середины 90-х годов. И потом здесь облагородили, велись какие-то подземные работы, раскопки были. И посадили здесь деревья. Сначала устроили скверик такой, газоны разбили, дорожки. Ну а в начале 2000-х годов построили вот часовню Дмитрия Донского. Вот она здесь находится. И пользуется довольно большой популярностью местных жителей. Она приписана к храму Покрова в Брацеле. Вот это часовня. Постоянно подновляют. Вот такой скверик. Эти плиточные дорожки. Кстати, ходить не всегда комфортно по ним все-таки. Плитки часто, они скачут, так сказать. Гуляют. Вот видите, такой мостик декоративный. Здесь какой-то ручей небольшой просекал. Но он, по-моему, уже высох довольно давно. Несколько рассчитанных. Ну дело в том, что на Туристской улице действительно такие дома, в основном, 9-этажные. Есть как же 13-14-этажные. И уже даже поливысотные. Особенно ближе к улице Велеса-Латсеса. Но все-таки, видите, сохранились несколько пятиэтажек панельных 60-х годов постройки. И вот их как раз будут сносить по программе реновации. Вообще, в Тушино тут довольно много еще пятиэтажек сохранилось. Но они, знаете, так несколько, как бы, так вот, так сказать, местами. То есть где-то есть довольно много пятиэтажек. Ну а где-то уже, особенно ближе к окраинам, там уже довольно-таки их мало. Естественно, их сносить не будет. Но в основном здесь все-таки уже преобладают более высотные дома в этом районе. Ну, эти все здесь постоянно обновляют в этом сквере. Подсаживают растения, дорожки новые делают, скамейки. Вот видите, какие здесь дома уже в основном более высотные. Такие девяти и двенадцатиэтажные. Вот перед нами двенадцатиэтажный дом. Вот, ну и там тоже такой же вот он стоит рядом. Так что, естественно, их сносить не будут. Видите, тут еще довольно много зелени сохранилось. Но тоже местами. А так идешь, бывает, довольно сильно припекает в этом сквере. Ну а там, вон, видите, девятиэтажка. Такая обычная панельная, у которых москета полна стоит. Вот там, за этим домом, там как раз вот эти самые находятся панельные пятиэтажки. Под номером семнадцать и двадцать пять. Ну а вот мы, собственно, уже подходим к месту, где есть стартовая площадка дома по программе реновации. Сейчас поближе подойдем. Она находится с противоположной стороны улицы. Не там, где будут сносить. Там сносить будут вот за этими домами пятиэтажки находятся. А строить, вот, строить пока вот новый дом по программе реновации начали вот здесь. С другой стороны, это владение под номером четырнадцать. Вот как раз там с конца прошлого года, восемнадцатого, как раз вот оградили площадку и идет строительство дома. Вот мы уже видим огороженность такой довольно приметной и характерной для реновации. Забор вот такой разноцветный, алиповатый. И вот там как раз довольно такую большую площадку буду строить. Я, правда, не знаю, сколько здесь хотя домов построить. Может быть, один, но вряд ли, наверное, может побольше, потому что, в принципе, пространство довольно большое здесь. Вот, и сейчас тут уже вовсю будет и дестройка на этой улице. Ну, вот видим забор, да, по реновации. Прямо рядом со сквером, по другую только сторону оснастимых домов. Ну, дело в том, что здесь, скорее всего, будут, естественно, строить не только для переселенцев из пятиэтажек, из Туристской улицы. Это, конечно, однозначно. Тут будут строить, в общем-то, вообще для переселенцев, скорее всего, из Тушино. В таком широком смысле слова. Ну, в том числе и из Туристской улицы, ну и, соответственно, из других тоже. Ну, вот видим, тоже довольно многоэтажный дом. Двенадцатиэтажный там маток в основном. Ну, и девятиэтажный. Кверт такой довольно симпатичный. Ну, и вот она вот как раз и есть площадка по реновации. Вот там уже построили довольно высотный дом не так давно. Ну, а здесь вот еще строительство только начинается. Видите, площадку огородили, но, как мы видим, там еще идут работы на уровне фундамента. Вот, только еще нулевого цикла. Строительство не так давно началось, буквально несколько месяцев назад. Ну, и вот как раз здесь вот вырастет жилой комплекс. А, скорее всего, да, он будет состоять из, наверное, нескольких домов. Вряд ли одним ограничится. И вот это вот будет для, в основном, переселенцев из пятиэтажек. Ну, наверное, часть, конечно, пустят и по коммерческой цене. Вот, уже, так сказать, просто для любых граждан. Ну, кто захочет здесь купить жилье. Ну, вот стоянка сохранилась, да, школа там. Ну, а вот как раз здесь вот реновация. Это владение номер 14 по Туристской улице. До новых встреч на улице Москва. Продолжение следует... Редактор субтитров Н.Нов PCs Г- Él